приветствую на канале запомните название компании бета вольт китайская организация компания выпустила уже батарейку ядерную которая может питать устройство в течение 50 лет и так китайская компания бета вольт new energy technology представила новую модульную ядерную батарею в которой используется комбинация радиоактивного изотопа никеля 63 и алмазного полупроводника 4 поколения которое может питать устройство в течение 50 лет да это действительно прорыв вот эта батарейка размером она меньше монеты чтобы вы понимали размеры ее небольшая но тем не менее она может работать в течение 50 лет возможно ли это вполне в новой батареи бета вольт получившие название bv100 используется два слоя монокристаллического алмаза полупроводника толщиной 10 микрон каждый между которыми находится двух микронный слой изотопа никеля 63 bv100 может производить 100 микроватт мощность при напряжении 3 вольта и имеет размеры 15 на 15 и на 5 миллиметров ну то есть маленькая и в 2025 году ожидается выпуск более крупной версии мощностью в 1 ватт согласитесь 1 ватт на 50 лет это очень круто более того ожидается серийный выпуск данных батареек вы примерно представляете к чему это приведет выпуск таких батарей по оценкам компании такие батареи однажды смогут питать мобильный телефон чтобы он никогда не нуждался под зарядки или мог бы в держать в воздухе дрон бесконечно ну как бесконечно 50 лет но тем не менее мне кажется неделю дрон в воздухе повисит и у него просто по выходят из строя так сказать его элементы да но батарейка будет держать но это в скором будущем будет вполне реально хочу сказать что конечно же самый большой вопрос это сколько будет стоить такая батарея вот так же насколько массово их будут выпускать и интересует также а она вообще безопасная давайте почитаем что пишут на официальном сайте кстати ссылку я приведу в описании этого видео на сайт к организации компании и так по имеющимся данным атомная батарейка представляет собой физическую батарею они электрохимической батареи ее плотность энергии более чем в 10 раз выше чем у тройных литиевых батарей она же она может хранить 3300 мегаватт-часов энергии в одно граммовой батареи она не загорается она не взрывается от укалывания или удара атомная батарея разработанная компанией бета вольт абсолютно безопасно не имеет внешнего излучения и пригодна для использования медицинских устройствах таких как кардиостимуляторы искусственное сердце в организме человека ну то есть вы понимаете что это вот самая первая отрасль где будет применяться данная батарея по ее вот таким вот характеристикам по ее вот таким вот характеристикам то есть она не излучает она не взрывается она не то есть она безопасна и понятно что первоначально будут ее использовать в медицине даму для таких вот целей но как компания выйдет на более серьезные мощности а и уже увеличит размер батарейки то скорее всего ее можно будет применять и и в мобильных телефонах и в дронах да и в общем то в других и в электромобилях да а с учетом что также развивается вот технология сверх технология сверх проводника который работает при комнатной температуре то есть фактически сопротивление металла в таком сверх проводники равно нулю то это приведет к тому что у нас будут фактически вечные электромобили вечные мобильные телефоны ну и все остальные устройства которые могут создать с помощью данных вот двух технологий именно вот такой вот ядерной батарейки и сверх проводника вот это будущее наступает буквально уже вот-вот мы его почувствуем и поймем что вот такие вот вещи будут скором времени а также я уверен если дальше развивать фантазии то появятся роботы которые вот будут на этой технологии работать плюс искусственный интеллект плюс вот такая вот то вот такой вот блок батареек фактически на всю жизнь не надо ему под заряжаться он будет автономный этот биоробот и так далее общем будущее как говорится уже наступает нам на пятки да она уже дышит затылок вот такие вот технологии все это развивается лишь бы не было воин потому что войны особенно в районе тайваня могут очень сильно повредить вот именно развитие таких вот технологий все вы знаете за остров тайвань о том что там производят чипы по сути единственные в мире вот и если будут какие-то разборки между сильными мира сего то это все за тормозится а не хотелось бы хотелось бы мирного неба и чтобы технологии развивались потому что это по сути вот развитие таких технологий это будущее это удобство это это удешевление товара это фактически ну это большой плюс для человечества на этом у меня на сегодня все всем удачи всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok